Здравствуйте, коллеги. Мы представляем компанию из Санкт-Петербурга «Росэкостройпроект». Компания занимается проектированием и строительством, в том числе и в инфраструктуре. Мы, это Данил Сараев, главный специалист по теплоснабжению, и я, Александр Лопыгин, заместитель директора по проектированию. Сегодня мы расскажем о нашем опыте работы с BIM 360 с облачным сервисом через Civil 3D и о лазерном сканировании в объектах инфраструктуры. На примере вот такого проекта – это реконструкция наружных инженерных сетей Троицы-Сергиевой Лавры, объект культурного наследия федерального значения, очень большой объем. и предпосылки для того, чтобы мы использовали лазерное сканирование, использовали BIM 360. Это то, что нам нужны были некие входящие данные для того, чтобы выполнять информационное моделирование на этом объекте. Сложность объекта практически не предполагала, чтобы делать его какими-то стандартными средствами CAD и обязательно было моделировать наружные сети, потому что это была рабочая документация, которая требовалась уже непосредственно настройку. Сопряжение проектируемых сетей с существующими требовало получения детальной информации о том, в каких точках это будет происходить. И понятно, что заказчик этого объекта так уж сложилось, находился в Санкт-Петербурге, сам объект находился в Сергиевом Посаде. Ну а мы используем в своей работе модель удаленной работы. Мы о ней недавно рассказывали, буквально 40 минут назад, в секции BIM для строительства. И поэтому мы использовали для этого проекта BIM 360. Собственно, схема проектной модели по используемому ПО, по его распределению, она выглядит вот таким образом. Мы получаем данные с помощью, в данном случае, лазерных сканеров. Получаем также геодезическую съемку. И вот в различных форматах геодезическая съемка для Civil 3D в формате DWG и сканы облака точек в формате RCS и RCP для просмотров в виде панорам. Они уже передаются дальше для работы. Конкретно для хранения всех данных мы использовали облачное хранилище BIM 360. Но при этом вы видите там один значок, не автодесковский. Это облачное хранилище облака Mail.ru, потому что, к сожалению, BIM 360 пока что не работает с облаками точек. Они там лежат просто мертвым грузом, как огромные файлы. И это нам было не очень удобно, поэтому мы отдельно облако Mail.ru просто использовали как хранилище для передачи этих данных. Все остальное у нас было в BIM 360. Соответственно, моделирование, координация в Navisworks, проверки на коллизии с помощью встроенных инструментов BIM 360 Issues. Эти Issues отправлялись проектировщикам, они их отрабатывали. И после того, как отработаны были модели, выпускалась документация, уже оформлялась. Выводилась на печать для традиционной передачи и простановки штампов в производство работ в формат PDF. И размещалась в том же BIM 360 в зоне shared для доступа ПТО нашего заказчика, непосредственно генподрядчика по объекту. Они спустя какое-то время все-таки поняли, что из BIM 360 открывать документацию удобнее, чем из собственного файлового сервера. И теперь у них есть доступ к актуальной информации. Дальше я передаю слово Данилу. Данил расскажет о том, как он работал с Civil 3D в BIM 360. Спасибо, Александр. Александр меня уже представил, в принципе, всем понятно, кто я. Занимаюсь тепловыми сетями на данном объекте. И, так скажем, курирую работу всех распределенных проектировщиков по этому объекту. Начну немножко с проблемы, которая изначально встала. В связи с тем, что проектировщиков много, а также есть существующие сети, НВК, электрика, слаботочные сети, проектируемые сети, проектируемые поверхности. Всем участникам проекта необходимо было обмениваться данной информацией. Причем делать это в Civil 3D было несколько сложнее, чем в Revit, потому что в Revit, в общем-то, реализована уже функция Cloud Worksharing. В Civil 3D, к сожалению, такого нету, поэтому приходилось пользоваться немножко другими тут инструментами. В частности, вот у нас стандартная папка рабочая от Civil 3D, где вынуждены все существующие проектируемые сети в документ-менеджменте. Соответственно, нужно себе вот эти сети как-то было в файл подгрузить, и главное работать с ними в дальнейшем. Для этого в Autodesk разработана локальная служба Autodesk Desktop Connector, которая позволяет интегрировать источник управления данных с локальной структурой папок. Для этого немножко должен подключиться администратор нашей учетной записи. Его роль выполнял наш BIM-менеджер, BIM-координатор. Соответственно, добавляет пользователя как участника проекта, настраивает подключенные диски, и после этого у вас в компьютере получается вот такой значок, как обычный диск в локальной папке. Если его раскрыть, то здесь видно, что структура папок и файлов будут полностью дублировать то, что находится у вас на BIM-360. Соответственно, что дальше с этим необходимо делать было? После того, как вы открываете свой файл в Civil 3D, вам необходимо, если у вас уже есть существующий проект быстрых ссылок создан, то установить его как рабочую папку, либо создать новый проект. Потом необходимо ассоциировать проект с текущим чертежом. Здесь в меню все это видно. И, собственно говоря, создается ссылка, быстрая ссылка на данные, которые вам нужны, непосредственно из файла, с которым вы хотите работать. То есть в данном случае, конечно, больше всего интересовали напорные, не напорные, а обычные сети трубопроводные. Иногда поверхности, иногда трассы. В зависимости от случаев, ну, конечно, 90% это трубопроводные сети. Вот здесь вы выбираете то, что вам нужно. Вот такой функционал. Больше нет. То есть коридоры, поверхности, трассы, трубопроводные сети, напорные трубопроводные сети. После того, как создается быстрая ссылка, у вас раскрывается рабочая папка проекта быстрых ссылок и появляются, собственно говоря, сети, на которые вы ссылались. После этого вы уже непосредственно переходите к внедрению данных сетей к себе в проект. То есть после того, как внедрили ссылку, получаются вот такие сети. Значок как раз с отрелочкой обозначает, что это внедренная сеть. Вы с этой сетью не можете, в принципе, уже ничего дальше делать. То есть ее нельзя ни редактировать, ни изменять какую-то информацию по ней, что, в общем-то, логично, потому что это не ваши сети. Вот здесь, на данном слайде представлено, как получается, выглядит генплан после всех загруженных существующих и смежных сетей. В данном случае выделен участок канализационной трубы, ливневой канализации. И вот видно, что геометрию его поменять никак нельзя. Соответственно, вот как мы это видим на профиле. То есть это не просто мы в плане видим, мы с этими элементами, это элементы цивила. И вы с ними можете полноценно обращаться, как, допустим, своими собственными, в плане отображения. То есть изображать их на профиле, как вы захотите, выстраивать по ним сечение. Есть определенные моменты проблемы работы с десктоп-коннектором, в частности синхронизации с облаком, с которыми мы столкнулись. Поэтому мы для себя нашли путь осуществлять в таком полуавтоматическом режиме синхронизацию собственных сетей с облаком BIM 360, и чтобы потом исполнители других разделов могли увидеть и актуализировать наши и свои сети. Не буду на этом подробно уже останавливаться, пожалуй, если будут какие-то вопросы, потом уже отвечу. Здесь, в частности, также возникает проблема синхронизации вашего рабочего файла с облаком BIM 360. Эта проблема решается проще, чем с смежными сетями. Это, в принципе, можно взять просто и обычным перетаскиванием в облако BIM 360 заменить ваш файл рабочий. И у других специалистов это будет актуализировано впоследствии. Вывод по поводу быстрых ссылок. Единственный рабочий инструмент сейчас для работы с смежными сетями, которым как-то можно пользоваться. И, в общем-то, удобно достаточно. Но при этом, конечно, есть свои минусы. Это, в первую очередь, нестабильная работа десктоп-коннектора. Проблемы синхронизации. Возможно, даже повреждение файлов. Вот у меня тоже были такие моменты. После синхронизации с десктоп-коннектором файл повреждался. И нельзя было вернуться, потому что синхронизация не произошла. И версионности не было. То есть, смотрю, у меня там файл двухнедельной давности был. Поэтому нужно аккуратнее быть с десктоп-коннектором. Вот мой личный совет. И, конечно, разработчикам хотелось бы, чтобы они доработали эти моменты. Спасибо. Дальше мы еще не заканчиваем. Мы все-таки про лазерное сканирование пару слов-то скажем. И я, наверное, сменю дислокацию, чтобы была какая-то справедливость по отношению к этой стороне зала. Расскажу здесь про лазерное сканирование. Как мы говорили, нам нужны были исходные данные для информационного моделирования. Как мы видим, стандартные обмерные чертежи. Наверное, многим инженерам знакомы, как это выглядит обычно. Обчертили пибовские планы. Если туда вышли какие-то инженеры-обследователи, они поверх этих пибовских планов в одну линию нарисовали какой-то трубопровод и сказали, ну, там сети по подвалу проложены здесь, точка. Все, дальше вы с этим как-то живите. Соответственно, поскольку здесь, повторюсь, объект культурного наследия, 15 век, крепостные стены толщиной по 5 метров, разница отметок с одной стороны и с другой метров по 5, соответственно, когда заходишь, угадать, где будет ввод тепловой сети, ну, просто невозможно. Поэтому здесь такой вариант нас изначально никак не устраивал. И в итоге мы получали вот такое вот облако точек, наложенное уже на этот предварительный план. Здесь для сравнения видно все-таки, какая разница между обмерным планом по пибовским чертежам и облаком точек. Что мы для этого сделали? Первое – это изучение объекта. Здесь вы видите, в каком виде сканировщики получали задания на сканирование, скажем так. Пибовские планы у них были для примерной оценки объема работ. А здесь вот этими красными участками выделены те сети, которые проектировщики соответствующих сетей выделяли как проектируемые. Соответственно, помещения, в которых эти сети проходят, должны были быть отсканированы. Объект большой, поэтому следующий этап – это было составление календарного плана, что кому в первую очередь нужно для того, чтобы сразу же обеспечить работу, продолжить сканирование в параллельном режиме с разработкой модели. Ну и дальше следующий этап – это непосредственно процесс сканирования. Здесь вы видите, как наш специалист по сканированию Антон Мамонов непосредственно в процессе работы. Антон, если что, здесь в зале, можно ему вопросы позадавать, если они у кого-то есть. Для сканирования использовался сканер Лейка БЛК-360, наиболее бюджетная модель на данный момент, но для сканирования внутренних помещений ее вполне достаточно. И вот она работает в связке с айпадом, управляется с айпада. Это непосредственно процесс сканирования винного погреба, если кому интересно. Дальше обязательный этап, про который, кстати, многие сканировщики забывают, и многие заказчики не знают о том, что это необходимо, это геодезическое сопровождение сканирования. Для того, чтобы посадить все сканированные нами объемы в абсолютные координаты, в топосъемку и обеспечить дальнейшее моделирование, обязательно было геодезическое сопровождение. Его особенность в том, что его можно проводить постфактум, то есть сканировщик выходит на объект, расклеивает вот такие контрастные марки, вы видите там на стене маленькие такие квадратики, и оставляет их. После этого геодезисты приходят и определяют абсолютные координаты этих марок. И после того, как сканировщик их получает, он может посадить облако точек в эти самые абсолютные координаты. После этого облака точек разрозненные находятся ровно там, где им требуется быть, и мы понимаем, где эти помещения точно находятся, что и нужно для проектирования наружных сетей. Ну вот здесь еще условные знаки, это номер группы сканов, и там темный цвет, плохо видно, конечно, но на этом темном фоне вы видите, что это точки стояния прибора, и красным обозначены эти самые контрастные марки. Что-то происходит на ноутбуке. Не мой телефон. Не знаю, что я. То есть нормально, да? Ну ладно, хорошо. Значит, дальнейшая последовательность действия, это вот как раз выданы геодезические координаты, которые вы там видите в экселевской табличке, и вот посаженные по ним... Да, посаженные по ним в абсолютные координаты облака точек. Вот таким образом это выглядело на ДВЖ-планах. Дальше это выгрузка облаков точек для передачи их в работу соответствующим инженерам. Здесь вы видите то самое облако Mail.ru. BIM 360, к сожалению, пока не предусматривает возможности подгружать непосредственно оттуда файлы облаков точек форматов RCP, RCS. Странно, потому что есть проект Recap360, куда облака точек можно выгрузить, и они там будут просматриваться из браузера. Но, видимо, пока Autodesk не смог подружить два разных своих проекта, и Recap360 существует сам по себе, а BIM 360 отдельно от облаков точек. Здесь мы выгружали формат и RCS сшитый, и RCP, это файл, объединяющий сырые RCS, для того, чтобы проектировщики могли скачать их себе на компьютер, и из программы Recap запустить просмотр 3D-панорам, для того, чтобы осмотреться с точки стояния прибора, и получить данные о том, как же это все выглядит на самом деле, а не только подгрузить облака точек к себе в AutoCAD или в Revit, или в Civil 3D. Дальше по процессу проектирования я передам слово Данилу, он вам расскажет, как же это все происходило дальше. Спасибо, Александр. Да, вот, собственно, Александр уже вводную речь по поводу облаков точек сказал, что действительно была большая проблема, так как реконструкция, просто не было совершенно никакой документации, и как-то надо было проектировать, работать, и чтобы строители потом не ругались на нас, что мы там накосячили, туда не попали. В данном случае, конечно, без лазерного сканирования было никак, и после того, как получали эти точки лазерного сканирования, возникал еще вопрос, а что, собственно говоря, нам, как проектировщикам, дальше с этим делать, и как с этим работать. Вот на этом немножко хочу заострить внимание. Снова вернемся вот к этой схеме, то есть после того, как мы получили все данные с лазерного сканирования, привели фотометрию, обязательно посадили все эти точки в координаты, потому что без посадки в координаты они, по сути, никакого смысла для меня, для остальных сетей не имели, потому что непонятно, куда подводить-то все равно. После обработки в рекапа и в рекапе просмотра панорам, соответственно, можно было уже эти данные подгружать в Цивил, в Ревит и, как впоследствии, сводить в общую координационную модель все эти данные. Остановлюсь немножко поподробнее теперь на каждом из этих этапов. То есть, собственно говоря, так как опять команда проектировщиков была распределенной, далеко не у всех была возможность, даже у меня, когда я находился, в принципе, не так далеко от объекта, постоянно на него выезжать, и тем более у удаленных проектировщиков, в принципе, туда не поедут, это очень далеко. У них была возможность из рекапа по точкам лазерного сканирования с различных ракурсов получить достаточно хорошие четкие картинки местности. Также получить данные по вводам, даже потому что по фотографиям далеко не всегда понятно, даже что это такое и к чему это привязано. В рекапе там совершенно другой уровень, у тебя есть возможность смотреться и привязаться к окружающей обстановке. В дальнейшем, как это используется в Revit, то есть вот на картинке видно, что как теплосеть, допустим, уже зашла в здание, это внутренняя разводка идет, видно, как внутри здания она проходит, как конструкции в данном случае проектировщикам обходились. Здесь вот при большом увеличении даже видно, что вы залезли на топительный прибор, но согласовали, ничего страшного. Дальше это немножко другие ракурсы, также прокладка трубопроводов через крепостные стены, подвалы 16 века. Не представляю возможности, как это можно было сделать, допустим, какими-то стандартными средствами измерения. Дальше задача была у нас довести труботеплосети до существующих тепловых пунктов и к ним уже подключить существующие врезки на внутренние системы отопления. Поэтому четко нужно было понимать, где нам ставить проектируемые узлы регулирования. Соответственно, также по лазерному сканированию видно, что вот он находит существующий узел, вот мы размещаем, соответственно, проектируемый узел на этом же месте, чтобы минимализировать корректировки в части подключения к выводам этого теплового узла. И дальше более интересные моменты начали возникать. Это как, собственно говоря, выпускать документацию на основании этих облаков точек лазерного сканирования. Потому что, конечно, в таком виде документацию никто не принят. И нужны какие-то планы. Были планировки от заказчика, были планировки от конструкторов, но после наложения посадки в координаты мы видим, допустим, картина, что облако точек, вернее, наоборот, планировки не садятся в облака точек, соответственно, приходилось подгонять планировки, разрезы под эти облака. В некоторых местах самим вычерчивать средствами Revit обычными детализациями. Здесь небольшие, как раз начинаю про нюансы говорить, лазерного сканирования. То есть, вот, допустим, видно здесь дисперсность облаков точек, и она, конечно, сбивает с толку. Поэтому здесь опять мы возвращаемся к вопросу, который неоднократно обсуждался уже на этой конференции. Как обработать облако точек и как его сделать таким образом, чтобы были стандартные элементы Revit или еще какие-то другие, чтобы можно было, кстати, снимать планы, разрезы, чтобы визуализация была достаточная. Ну, возможно, этим займется какой-нибудь искусственный интеллект. Не знаю. В данном случае облако точек подгружалось также в Civil 3D. Здесь видно, вот, как моя теплосеть проектируемая, наружка уже подходит непосредственно к зданию. То есть, тоже есть возможность оценить корректность ввода. Те же самые слайды с различных ракурсов. Здесь это уже сводная модель в Nevis, куда подгружаются сети из Civil, куда подгружаются проектная поверхность, облака лазерного сканирования и Revit-модели тепловых камер и конструктива. Еще одни слайды. То есть, здесь, в принципе, можно уже оценить координацию всего объекта целиком и выявить коллизии. Так, да, вот результат тестирования технологии. Однозначно на этом объекте, как вот уже упомянул я, что невозможно просто было эту геометрию, эти разваливающиеся своды, куча нагромождений, коммуникаций существующих, получить стандартным обмером рулетки. Это совершенно пустая и совершенно неточная работа получилась бы. Здесь, пожалуй, передам слово Александру снова. Да. По итогам этой работы мы провели такой небольшой опрос среди своих проектировщиков насчет полезности технологии лазерного сканирования, поскольку нам со своей стороны может быть видно что-то одно, а каждому, кто работал с облаком точек, отдельно видно что-то другое. Выборка, конечно, не очень большая, но, тем не менее, вот вы видите, что здесь единогласно люди считают, что общее удобство работы с облаками точек гораздо, ну, работа идет гораздо более продуктивно, чем при традиционных обмерах рулеткой. Соответственно, на качество проекта лазерное сканирование тоже влияет в лучшую сторону. Ни один человек не сказал, что проект с облаками точек может быть хуже, потому что понятно, что он будет более высокого качества. По поводу времени проектирования вы видите вот такие вот неоднозначные результаты. Часть проектировщиков посчитали, что облака точек увеличивают время проектирования, часть посчитали, что время проектирования ускоряется, и кто-то решил, что оно остается неизменным. С моей точки зрения, это следствие, во-первых, того, что принимали участие в вопросе разные категории проектировщиков. Может быть, для бименеджеров казалось, что время увеличилось для проектировщиков, что оно ускорилось или наоборот. Но так или иначе, мне кажется, это еще одно косвенное свидетельство в пользу того, что качество проектных решений повышается, и со стройки мы все-таки получим какой-то более благодарный фидбэк на то, что мы замоделировали там все так, как это можно проложить, а не так, как это сделали на стадии П, на основании плоских обмеров. И, конечно, все за то, чтобы использовать лазерное сканирование в дальнейшем. Дальше пара слайдов, я не буду здесь зачитывать, но здесь причины, почему проектировщикам нравится лазерное сканирование. Вот такой ответ. И пара предложений по совершенствованию технологий. В общем, самое основное, Данил сказал, это автоматизированное моделирование в Revit по облакам точек, пока эта задача действительно не решена. Есть плагины, которые на 10-15% эту работу сокращают, но они стоят таких космических денег, что их используют просто единичные проектные организации, а все остальные чертят ручками. И мы тоже, если это необходимо. Ну и вот такое вот небольшое видео, оно, может, не очень профессиональное, но немного показывает вам объем данного проекта. И как это все выглядит, это экспорт просто из Nevis, Соответственно, вот таким образом выглядит облака точек от сканированных фасадов зданий и конструкции, точнее трубопровода, запроектированные под поверхностью земли. Я тут должен признаться, что вот эти вот облака точек по зданиям, они несут гораздо меньшую ценность с точки зрения проектирования, чем те облака точек, которые гораздо менее зрелищны и выглядят такими вот черными кляксами, которые расположены на концах трубопроводов. Потому что именно эти облака точек от сканированных помещений изнутри, они самую большую ценность имеют для координации. А вот это вот облака точек, полученные, наверное, больше даже в презентационных целях, для того, чтобы показать вообще возможности технологии лазерного сканирования и как-то посадить сети. Вот, например, в данном случае вы видите, что шесть трубопроводов запроектированы в одном канале под землей вот в таком узком проезде. Там больше развернуться-то негде, но здесь, по крайней мере, для специалиста по ПОСу того же, уже и для будущих строителей уже есть информация, что вот здесь будет сложно и нужно, наверное, заранее что-то придумывать, каким образом там копать, каким образом туда завозить сами трубы, потому что и даже это уже будет проблемой. То есть даже вот такие вот просто наглядные облака точек, они приносят некую пользу. Ну и выводы. Лазерное сканирование обеспечило высокую точность, а BIM-360 обеспечил возможность совместной работы. Результат проекта – это построенное, в данный момент находится в стадии строительства, но вот это вот конкретно то, как выглядят монтируемые тепловые сети по нашему проекту. Мы время от времени, выезжая на объект, делаем такие видео, фотографии выкладываем в общий чат для того, чтобы показать проектировщикам, собственно, что же мы напроектировали. Спасибо вам большое за внимание. Готовы ответить на ваши вопросы. Да, не так много времени осталось на вопросы. Пока иду, вот вопрос, кстати, вот по поводу сканера, да, они же дорогостоящие, все-таки как в аренду брали или… Мы занимаемся в том числе лазерным сканированием самостоятельно, поэтому у нас сканер свой, и это одно из направлений нашей работы, поэтому в данном случае это была своя техника, свой специалист. Вот я уже говорил, Антон здесь в зале. Коллеги, у меня первый вопрос по поводу BM-360. Почему была выбрана именно данная платформа, то есть основная цель, я насколько понимаю, это именно работа удаленных специалистов, да? Да. А то, что вся информация располагается на серверах США и Европы? Ну, в данном случае, да, этот вопрос регулярно нам задают, я отвечу, что на самом деле никаких препятствий к размещению информации на серверах США и Европы нету. Конечно, есть корпорация Росатом, есть Газпромнефть и прочие крупные компании, у которых есть внутренние политики безопасности, которые им запрещают работать с облачными технологиями. Но если таких политик нет, и у заказчика нет никаких требований по размещению информации, когда вы отправляете письмо со своей почты на Гугле своему коллеге или отправляете себе чертежи из офиса домой, чтобы поработать, я знаю, что и такое бывает, где нельзя на флешку, например, записать это. Но вот Владимир Елисеев из Autodesk, он очень подробно отвечает на этот вопрос. У него целая получасовая презентация по безопасности, где он доказывает, что BIM 360 даже более безопасен, чем какие-то другие системы, и нет никаких препятствий для того, чтобы в облака выкладывать эту информацию. Если у заказчика есть прямой запрет, конечно, мы не будем ее использовать. Хорошо. У меня, если есть время, еще два коротких вопроса. У нас очень сильный следующий спикер. Три минуты должен был начинать. Есть вопросы? Все, отлично. Второй вопрос, он касается desktop-коннектора. То есть я лично оцениваю с учетом периодичности корректность работы этого приложения по пятибалльной шкале, лично я, на единицу. То есть очень часто сбои, очень часто проблемы с загрузкой на сервер, потом ты вроде бы загрузил скорость далеко не 64 килобит в секунду интернета, и ты ждешь, через 40 минут перезагружаешь компьютер, и пошла загрузка на сервер. Версионность обновляется. То есть я, насколько понял, вы с таким вот достаточно часто сталкивались. То есть для меня крайне неудовлетворительная работа именно самого desktop-коннектора, плюс постоянное желание обновиться этого приложения. Да, совершенно согласен с вами. Вот как раз в результате своего доклада первой части я вот озвучил недостатки. Ну, просто немножко, может быть, более в мягкой форме я это сказал, но действительно работа у него проблемная, и ручной режим как-то помогает, полуавтоматический режим решить эти вопросы. Я могу сказать, что были придуманы костыли, с помощью которых эта система более или менее заработала для того, чтобы мы могли ей пользоваться. Все-таки у нас здесь и в Revit был достаточно большой объем работы, и координация Revit моделей, конечно, в Beam 360 она оптимальна. Поэтому здесь, ну, тем, кто работал в Civil 3D, им пришлось немножко, наверное, тяжелее и смириться вот с этими проблемами. Да, они есть, мы надеемся, что Autodesk их устранит, но полулокально, полу с коннектором нам удалось работу настроить. Я понял. И, соответственно, третий вопрос, он касается координации. Александр, вы сообщили, что у вас была привязка по маркам, которые имели географические координаты, то есть широта, долгота. Потом у вас в итоге собралась... Географические, я вот оговорился, это абсолютные координаты. Абсолютные? Да. То есть это уже в прямоугольной системе координат? Да. А вот как вы преобразовывали? То есть я просто, знаете, обратил внимание на слайд, где у вас пятно облака точек не совпало с решениями стадии P каким-то образом. У меня, знаете, было подозрение о том, что у вас именно процесс координации прошел не так гладко, как хотелось бы непосредственно самим облаком. Дело в том, что облако, оно имеет абсолютные координаты, которые, если геодезисты отработали верно, и они верно переданы в рекап, заведены, то есть там нет просто опечатки, то это верные координаты, и облаку можно доверять. Соответственно, там, где вы видели, что съехал планчик относительно облака, но вы понимаете, что ДВЖ, это же ДВЖ, обмерные планы, они не имеют абсолютных координат, и просто их в первый раз, когда накладывали на топосъемку, ну вы знаете, как можно обмерные планы вписать в топосъемку. Там есть прямоугольничек такой, есть здание отдельно в ДВЖ. Вот его как-то там отмасштабировали, как-то вставили, у него один угол сюда торчит, другой сюда, но как-то получилось. А потом, когда туда сели облака точек, выяснилось, что ну вообще, как бы, есть абсолютные методы работы с точностью, есть относительные. Вот абсолютно в данном случае это облако точек. Да, все верно. Именно так вот и было, и как раз из-за этих моментов пришлось даже некоторые проектные решения, когда строители уже готовы там все раздолбить, менять на ходу, потому что лазерное сканирование оно как раз появилось там чуть позже, чем прошел сам процесс проектирования. Поэтому в данном случае он нас выручил от больших тумаков. Спасибо.